Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте, добро пожаловать на передачу «Недельная глава». Здравствуйте, Раф Лайтман. Здравствуйте, все. На этой неделе удивительная глава, глава «Шмот». Начнем с первой части. Глава начинается перечислением имен Слави Якова, которые пришли в Египет, 70 душ, Юсеф и его братья, и все их поколения умерли, и сыны Израиля расплодились, размножились, и возросли, и усилились чрезвычайно, и наполнилась ими землята. И восстал новый царь над Египтом, который не знал Юсефа, и они строят питом Ирам Сес. Какой смысл этого, Раф Лайтман, в духовном плане? Тора вообще говорит об одном человеке. Она обращается к человеку и рассказывает ему, что он может исправить себя. Как сказано, я создал злое начало, создал я Тору как приправу к нему. В Торе мы должны видеть только средства для того, чтобы исправить себя, исправить зло, исправить наш эгоизм. Поэтому вся история Торы говорит нам, каждому из нас, о том, как мы можем исправить свой эгоизм. И в том самом исправленном эгоизме, в той мере, в которой мы его исправим, мы начнем чувствовать Творца, раскрытие Творца, который скрыт в Торе. Духовный мир, Творец, они скрываются за нашим эгоизмом, и в той мере, в которой мы исправляем его, мы раскрываем все больше и больше, Высший мир, Творца, и мы начинаем раскрывать свою вечную жизнь, и так мы продвигаемся. Для этого дана Тора. Поэтому она обращается к каждому человеку, и поэтому так мы должны ее воспринимать. И то, что мы говорим о Торе как якобы историческом повествовании, это потому, что когда-то это действительно раскрылось в прошлом, в нашем народе, как исторические моменты, но на самом деле это был корень, раскрывающийся в ветве. И теперь, после всей подготовки, которую в прошлом прошли наши души, мы должны постичь эти вещи сами, своими силами, как раскрывается наука Каббала, раскрывается Тора и дает нам эту необходимость в раскрытии Творца в этом мире. В чем, собственно, и заключается роль человека. Если мы раскроем духовный мир, раскроем божественное, тем самым мы поднимемся из нашего измерения в измерение высшее. Поэтому нам нужно рассматривать всю эту перспективу развития эгоизма в том, как он открывается и развивается от Адам Ришон, который 5700 с лишним лет назад открыл цель творения, смысл существования человека в этом мире, первый человек, которому раскрылся Творец. Поэтому от него мы и введем наше летоисчисление, наш календарь раскрытий, то, как мы раскрываем высший мир. Все это приходит от Адам Ришон. И через 20 поколений после Адам Ришон мы уже говорим об Аврааме, который уже находится в поколении Вавилона, где собралось все человечество, которое в первый раз пострадало от эгоизма, когда он раскрылся, как некое большое, великое зло, от которого необходимо избавиться, потому что это зло толкает нас подняться до небес, и эгоизм вызывает отторжение у нас друг у друга. Как будто мы начали говорить на разных языках, произошло смешение языков, и таким образом мы говорим об Аврааме, который был этапом развития от Адам Ришон, Авраам снова раскрывает ту самую методику, методику Кабалы, как мы развиваемся, зачем этот эгоизм постоянно растет и доходит до уровня Вавилона, уровня Вавилонской башни, где Авраам объявляет, что вместо того, чтобы поклоняться башкам, нам нужно раскрыть Творца тем, что мы исправим себя в мире хесед, милосердия, это мера Авраама, возлюби ближнего, как самого себя, постижение любви и связи между людьми, это то, что он предлагает вавилонянам. Для этого создан мир, и с помощью этого человечество может прийти к раскрытию Творца, в чем, собственно, цель и заключается, но его не слушали, и Немрод был во главе тех, кто противились ему, поэтому Аврааму было нужно уйти из Вавилона, и с ним несколько тысяч учеников, которые присоединились к нему, и ушли вместе с ним в землю Кнаан. И, конечно же, тогда, то, что мы обсуждали в предыдущих главах, мы не говорили о некоем путешествии из Вавилона, о процессе, который проходит человек по мере развития своего эгоизма, ему же раскрывается первое свойство отдачи, отдачи, которое условно называется Авраамом, и он постепенно развивается в нас, потому что в нас находится Решимот, желание, которое каждый раз раскрывается одно за другим, и так далее. Так они раскрываются одно за другим по такой цепочке с данного момента и до Гмартикуна. И мы осуществляем эти Решимот, как гены, которые раскрываются в нас, тело умирает, и душа снова возвращается в кругооборот, на следующий заход, и снова осуществляет часть этих Решимот, которые приходят к нам по пути, и через множество таких кругооборотов мы приходим к окончательному исправлению, к Мартикун, где мы все уже находимся как один человек с одним сердцем, объединены в любви. И так мы приходим к подобию свойств с Творцом. Это цель нашего существования, это самое высокое состояние, и человек должен прийти к этому при его жизни сейчас. А если не в этом кругообороте, то в следующем, и мы обязаны постичь эту высокую цель. Поэтому именно здесь мы находимся, мы наблюдаем очень сложную недельную главу, очень насыщенную такими событиями, которые нам рассказывают о том, что после того, как человек раскрывает ту первую силу, с которой он хочет подняться над своим эгоизмом, Авраам, правая линия, потом он раскрывает он раскрывает силу Авраама, потом раскрывает силу Ицхака в нем, силу Якова, у него уже есть три линии, а потом 12 сыновей Якова до Юсефа, с которым они попадают в Египет, на чем заканчивается первое развитие. Мы говорим, что это развитие происходит на еще очень низком уровне нашего эгоизма. Все это происходит по мере развития эгоизма. Эгоизм. Эгоизм развивается, и когда он приходит, доходит до определенной плоскости, мы попадаем в Египет. Что такое Египет? Эгоизм переворачивается. Здесь мы, например, были, измеряли эгоизм его тяжестью, его грубостью, толщиной, насколько он тянет нас, насколько он требует наполнения. Насколько бы все наши мысли и вся жизнь сводилась бы только к его наполнению. Начинается с авиюта уровня шореш. Эгоизм еще мал. И после Юсефа, который завершает все наше предыдущее развитие, когда он вбирает в себя все развитие своих братьев, которые поэтому не хотели попадать в Египет. Они были старшими, они не думали, что нужно уходить в Египет. А Юсеф, он, Осеф, от слова Осеф, он объединяет всех. Он, Юсеф, праведник, он может совместить все предыдущие свойства души и привести их к такой сумме, с которой можно будет войти в Египет. Египет — это авиют уровня Али, в следующий авиют. И в этом авиюте тоже растет злое начало человека и должно разрастись до до масштаба фараона, когда человек должен понять, что у него нет выхода. Он должен понять, что он должен дойти до потребности выйти из Египта. И здесь мы видим, как это происходит в пути. Сначала начинаются семь сытых лет, семьдесят душ входят в Египет, то есть цельная, завершенная мера человека, которая входит в этап отягощения сердца. Но на этом это не кончается, отягощение сердца. Мы в течение истории видим, как уже после Египта тоже происходит все, что мы пережили с тех пор и до наших времен. Мы постоянно продвигаемся посредством эгоизма, который постоянно растет и давит на нас и не дает нам покоя. Поэтому вначале мы видим, насколько им было хорошо в Египте. И Иосиф, кстати, удостаивается быть в положении главы всех министров, помощником фараона. И все евреи, все сыны Израиля в Египте, в стране Гошин, говорится о том, как они развивались. До такой степени развитие человека эгоизмом происходило. А речь идет о человеке, который стремится к духовному. И эгоизм, который, его эгоизм на самом деле помогает ему продвигаться в духовном. Занимайся больше, старайся больше. Мы видим это на примере тех людей, которые начинают заниматься кабалой. Мы видим, как вначале они активны, хотят идти вперед, если цель так велика и высока, то как я могу упустить такое? Нет ничего лучшего, чем нет ничего лучшего в жизни, чем это. И тогда человек вливается в это, идет вперед, а потом он начинает видеть, что ему становится трудно. Вдруг воцарился новый царь в Египте, не тот, который был раньше, который был готов работать, пожертвовать собой, все ради того, чтобы прийти к такой высокой, вечной и совершенной цели. Что еще может быть? А тут нет. Как раз эгоизм начинает расти, продолжает расти, и человек начинает думать, есть еще что-то в моей жизни. Жизнь не только в том, чтобы постичь Творца, раскрыть духовное, духовный мир, это все замечательно, но у меня своя жизнь. Мы часто слышим это от тех, кто приходит к нам, а потом отчаиваются. И это тот самый момент, то самое состояние, о котором говорит нам эта глава. Воцарился новый фараон в Египте, который не знал Йосефа, то есть не знал того предыдущего уровня Авиута. Это новый царь, который требует от человека, от нового эгоизма, чтобы он работал на него. И только здесь человек приходит к большому отчаянию. Он будто строит и делает все, что от него требуется. Он занимается, занимается распространением. Он готов делать огромное количество действий и заниматься и учиться, но он видит, что от раза к разу ему становится только тяжелее. Это значит, что он пришел к уровню построения городов Питом и Рамсес, красивых, прекрасных городов для фараона, для его эгоизма, но для его свойства Исраэля, для его внутреннего Исраэля, для того места, которым он хочет постичь эгоизм, в этом ничего нет. Я стараюсь, я работаю, всем известно, что я занимаюсь кабалой, что я все дальше и дальше продвигаюсь в этом, все считают, что я успешен, но внутренне я чувствую, что я пуст. Это значит, города бедные. Во всем, что я построил, ничего нет. И тогда на этом фоне начинает раскрываться в нем Муше. Это сила, это свойство, которое потом выбедет его из Египта. Именно в этом, в этой точке отчаяния, где он отчаялся уже от всего и не знает, что может его спасти. Он приходит к состоянию, когда раскрывается в нем свойство Муше в соответствии с повествованием одна из еврейских женщин, родила сына, и тогда произошла та красивая история, когда его спустили на воды Нила, и дочь фараона Батия как будто нашла его. Батия это тоже из того же направления, Бат-Юткей, то есть дочь Творца. И фараон, мы тоже должны понять, хоть она и дочь фараона, но сам фараон это Творец, только это обратная его сила, агрессивная, та сила, которая толкает, которая подталкивает сынов Израиля к Творцу. И фараон, и Творец это две силы, как будто бы отрицательные и положительные, но только между ними человек может идти и расти, поэтому фараона не следует рассматривать, как дети может быть думают, или люди, которые обыватели, которые считают, что это сила зла. Это сила зла только настолько насколько мы находимся во зле, и он раскрывает свое зло соответственно нашему злу, чтобы помочь нам избавиться от нашего зла. И тогда мы раскрываем злом фараоне фараона доброго. Именно так сказано, когда сыны Израиля уже начали исходы из Египта, фараон проводил их до самой границы. Фараон приблизил сынов Израиля к Творцу. Вся его работа, как будто бы обратная работа от противного с таким давлением и агрессией, он не дает человеку наслаждаться материальным миром в своем мире в Египте, и он вынуждает сынов Израиля выйти из Египта. Если бы человек со своей силой, со своим эгоизмом, который в нем растет, вошел бы в Египет, в этот мир и преуспел бы во всем, он бы никогда не вышел бы к духовному, но именно те глобальные страдания, которые мы ощущаем со всех сторон сегодня, это и есть раскрытие фараона, который не дает нам насладиться этой жизнью, и он в конечном счете своим давлением на нас заставляет нас посмотреть наверх и подумать о выходе из нашего эгоизма, и тогда мы удостоились бы Торы, потому что сказано, создал я зло и начало, создал Тору, как снадобье против него. Фараон, то есть человек, который начинает познавать собственное зло, он нуждается в Торе, получает истинную потребность в Торе, и тогда он удостаивается получение Торы и выхода из Египта. Мы продвинулись немножко, и то, как вы рассказывали, действительно, он женился на дочери жреца, родился сын Муше, и дочь фараона берет его в дом, но почему же Муше рос в доме фараона, как это интересно увязывается? Действительно интересно, вроде бы еврейский мальчик ягудит, то есть у него есть склонность точки в сердце, то есть человеку, у которого есть склонность к духовному, как он растет в эгоизме? А как раз в эгоизме он растет, потому что это соединение фараона и точки в сердце человека дает расцвет и фараону, эгоизму. Эгоизм растет благодаря людям, как фараон растет благодаря сынам Израиля. Я вижу этот мир сверху, я вижу все вещи, которые происходят в этом мире. Мне понятнее все, что происходит. Я во многом умнее других, особенно если я занимаюсь кабалой. Когда я близок к духовному, в этом мире я могу преуспеть больше. Это и есть рост. Поэтому фараон так заинтересован в сынах Израиля. Именно сыны Израиля, придя в Египет, превратили Египет в такую процветающую и богатую страну, которая до того дня считалась... которая благодаря им в то время считалась самым сильным государством на Ближнем Востоке. Поэтому фараон очень заинтересован в этом. Это значит, что он растит муше. Это эгоистическое большое желание заинтересовано в точке в сердце, заинтересовано в стремлении человека к Творцу, потому что эта точка может дать свет эгоизму, принести свет в эгоизм и дать ему развитие. Интересно, как мы, именно большие эгоисты, находимся одновременно в двух этих точках. Наша точка в сердце растет с помощью эгоизма. Почести, зависть и страсти выводят человека из этого мира. Мы находимся в этом всем, в этом мире, но для того, чтобы выйти из него, нам нужно именно это. Нам нужны самые сильные проявления эгоизма. Что такое зависть, почести и страсти? Тщеславие — это самые сильные эгоистические свойства человека. И чем они больше развиваются, тем они лучше помогают мне увидеть, что я не могу как раз остаться в этом мире, что я не наполняю себя. Маленький человек наполняется маленькими вещами. Большой человек, в конечном счете, видит, что все его развитие здесь приводит его к опустошенности. Поэтому приходит время, когда Моше, который сидел на коленях фараона и игрался с его бородой, говорят, что как-то он взял его корону и возложил себе на голову, и тогда все, кто... министры фараона сказали, берегись, он еще займет твое место. Он принц, да? И после того, как он там рос до 40 лет, это 40 — это возраст бины, он почувствовал, что он больше не способен оставаться в доме фараона. Он убивает египтянина, он убивает того египтянина, что в нем самом. Он чувствует, что египтянин в нем начинает бороться с Исраэль, что в нем, и тогда он должен решить, на какой он стороне. И тогда он уже из безвыходности убивает египтянина, не может оставаться с фараоном и убегает. И в нем есть такие свойства, которые есть... как раз говорят, что именно его соплеменники, евреи, нажаловались на него фараону. Он действительно бежит в Медьян. Так начинается глава. И он останавливается у медьянского жреца, и потом он выдает за него замуж свою дочь, Цепору, и рождается у них сын, который он называет Гершом, потому что он был пришельцем в этой земле. Недостаточно, чтобы эта точка выросла до уровня, когда она уже не может... не может терпеть пребывание в эгоизме. У нее еще нет базы правильного окружения, в котором она могла бы получить методику, по которой можно уйти от фараона. И эта методика все еще... не методика Кабалы, потому что он еще не может быть близким к свету, но он входит во время подготовки. 40 лет. 40 лет он находится у Ятро. И через 40 лет, когда ему уже 80, как говорят, если бы речь шла о возрасте, на самом деле речь идет о ступенях. Он возвращается в Египет с методикой, которую он изучает там. В Медьяне. Да, в Медьяне. У Ятро. Ятро потом тоже выйдет к сынам Израиля. Он к ним придет после получения Торы и будет их учить судам и законам. Зор очень много об этом говорит. это сила клепы и, соответственно, сила святости. Это очень непростая история. Но отсюда мы видим, что есть много этапов в развитии человека, покуда он не оставляет свой эгоизм и возвращается к нему. Оставляет и возвращается. В нем происходят такие заходы, как бы как с фараоном, он приходит и уходит, приходит и уходит, когда он начинает уже бороться с фараоном. Есть у нас цитата из Зора об этом удивительном имени Муше. И явился ему Творец. это показывает, что он вышел из воды и из того места, где было дано ему имя Муше, не может быть дано другое имя. Да, Муше — это особое имя. Мы в Зор и в Берешит будем изучать о нем, там очень много говорится. это очень особенная сила в нас, которая собственно является той силой, которая пробуждается. Когда мы говорим, что мы не можем, мы не можем раскрыть место захоронения Муше, говорят Гаранево за Иорданом, но говорят, что нам это раскроется только ближе к Мартикуну и только силой Муше, которая восстанет и возобновится в нас эта сила, с ее помощью мы придем к Мартикуну и завершим все исправление наших душ. Точка Муше — это очень особая точка в человеке и это та особая связь между душами, сила Творца. Муше возвращается в Египет после того, как он впитал от ятро всю его мудрость, мудрость Медиана. И после мудрости Медиана он приходит к раскрытию горящего куста. То есть раскрытие Творца ему — это точка в сердце, что в нас в первый раз получает ощущение того, что есть связь. раскрытие Творца ему еще не ясно, что и почему. На растительном уровне, на уровне огня — это еще свойство говорот. Мы не будем сейчас разбирать всю эту историю, как это раскладывается на сферот, где все еще нет облачения Хасадим раскрытию Творца. Поэтому Муше не видит его, а только слышит. Уровень Хасадим есть, но и этот уровень выходит из гвуры. Уровень Хохма — это видение, а уровень Хасадим — это слух. Он получает приказ вернуться к своему эгоизму и работать со своим эгоизмом так, чтобы вывести оттуда все эти искорки, с которыми он мог бы продвинуться. и вместе с которыми он может прийти к исправлению, потому что без них самому по себе ему ничего не нужно. Он не эгоист, в нем его нет, и нет никакой заинтересованности в исправлении. Поэтому для того, чтобы извлечь все эти свойства эгоизма, он возвращается и снова работает со своим эгоизмом. Это значит, что он возвращается в Египет и работает с фараоном. И его противостояние с фараоном это очень особая ситуация. Здесь нам раскрывается очень особая форма работы наша в науке Каббала. Люди, которые не занимаются Каббалой, не изучают ее правильно. Даже если они читают тут и там они не понимают о чем идет речь. Потому что это работа, которая проявляется в перевороте, например, Содома и Гаморы, в Жезле, Змея и всех этих вещах. Мы работаем с нашим желанием получать. Мы не оставляем его. Сказано, создал я злое начало, создал Тору, как снадобье против него. Или, как бы сказать, как приправа. Это всего лишь приправа, которая приправляет это огромное варево, которое называется нашим эгоизмом, для того, чтобы превратить его в бесконечный свет. Чего нам, собственно, не хватает? Немного надбавить Тора, и тогда от всего этого большого эгоизма у нас будет мир бесконечности. В 620 раз больше. И Муше здесь начинает раскрывать человек. Муше, свойство Муше, что в нем начинает раскрывать истинную форму работы, методику, которая называется превращение посоха в змея, а змея в посох. Это зависит от того, как человек работает со всеми своими свойствами, он не видит ничего ни плохого, ни хорошего, никаких свойств. Он только должен перевернуть использование этих свойств. Когда он берет с одной стороны и берет змея в свою руку, с одной стороны это змей, а с другой стороны это посох. Посох это значит, что он уменьшает себя и тогда получает силу подъема, которая называется вера в высшизнание, которую он наполняет свой эгоизм до уровня бины, уровня молхот и таким образом продвигается. И показывает тем самым фараону, насколько раскрывается в нем все больше и больше эгоизм, в десяти сферот клепы, в десяти проявлениях фараона в нем, он соответственно этому может обратить это в святость и подняться над этим с помощью казней. То есть человек, который сейчас находится в состоянии выхода из своего Египта, внутреннего Египта, он готов пройти эти десять казней только ради того, чтобы выйти из Египта. Он находится в том состоянии, когда он сам вызывает с помощью посоха эти удары и они помогают ему подняться выше эгоизма. Эти удары для него это лекарства. Это точно так же как мы с помощью какого-то лечения операции скажем болезненного даже оно нам не нравится но из безвыходности мы приступаем к этому для того чтобы выздороветь поэтому здесь мы переживаем 10 казней 10 ударов по нашему эгоизму и мы рады этому мы готовы к этому потому что каждый раз мы поднимаемся то страдание которое мы чувствуем в раскрытии эгоизма это помогает нам подняться над эгоизмом таким образом мы выходим выходим и выходим после 10 ударов мы видим всю эту ступень как здесь мы видим мы исчерпываем эту ступень Египта и выходим из него и здесь но здесь мы пока переживаем эти 10 казней тебе есть что добавить пожалуйста я хотел бы спросить по поводу посоха тут есть история о сыновьях Израиля когда муж боится что народ не поверит ему и этот вопрос который и сегодня народ Израиля не верит науки Каббала и это начинает раскрываться так в чем вопрос вопрос что такое что они хотят доказательств откуда это исходит доказательств лучше бы им не видеть этих доказательств это такие казни если они придут к человеку внутренне это очень тяжело вытерпеть но мы находимся в группе в окружении мы имеем определенный порядок распространения занятий различные различная поддержка которую мы получаем находимся в хороших широких и благоприятных рамках по всему миру и вместе с нами ученики со всего мира из из всех стран и тем не менее мы знаем насколько нам трудно иногда в нашем продвижении и какое сильное окружение требуется нам для того чтобы каждый раз подниматься и нам надо всегда укреплять наше окружение только тогда мы можем продвигаться вперед и тогда мы продвигаемся в форме ахишена ускорением времени внутренне они с помощью внешних ударов которые могут прийти а внешний мир который не обладает этой методикой и не хочет и не способен слышать как нужно продвигаться поэтому либо он будет продвигаться с помощью того что мы будем как можно больше предоставлять эти знания и тогда вместе с познанием страданий мир возжелает избавиться зная где лекарство лекарство тоже горькое лекарство тоже приходит от змея вы же знаете символ медицины это не просто так тот самый змей становится в посох в поддержку в пути то самое лекарство может быть и ядом и лекарством та система которая обретает сейчас Моше с помощью посоха и фараона то как он стоит перед фараоном и двигается вперед поэтому если мир не получит от нас этой системы и не услышит о том что все эти удары которые приходят сейчас приходят для того чтобы оттолкнуть нас от фараона и приблизить к божественному к духовному миру для того чтобы подняться на более высокий уровень а если мир не будет слышать то конечно ему придется пережить эти казни в очень тяжелой форме поэтому нам нужно как можно больше ускорять развитие и распространение кабалы иначе только удары если мы говорим о науке кабала и о мире за тобой профессор хочет задать вопрос я хотел бы спросить о новом царе объявляют что встал новый царь мы знаем что фараон это сила на неживом уровне есть сила говорят о разных силах о разных результатах но здесь даже имя фараон возвращается мы видим что сила возвращается с тем же именем и дает разные результаты то здесь есть вопрос качества это творец который каждый раз представляет себя представляет себя нам в противоположных формах в самых разных формах это зависит от человека человек который входит в такой глубокий эгоизм мы должны помнить что тогда было был голод в стране Яков его сыновья голодают в Исраиль им нечем больше наслаждаться на духовном пути я хотел прийти к Творцу раскрыть его я готов измениться я готов на все но вдруг я раскрываю что я исчерпала все куда еще идти что делать я не думал что Каббала она да вроде все этим это кончается это называется голод в стране и тогда приходит новое желание эгоистическое которое говорит нет можно двигаться вперед посмотри даже с тем что ты приобрел в науке Каббала на предыдущем уровне смотри что тебе сейчас приходит ты можешь преуспеть с помощью этого и в этом мире продолжай и тогда приходит семь сытых лет получается что мой эгоизм и духовное что во мне как будто бы идут рука об руку и тогда все наслаждаются фараон мой друг я вижу что с помощью эгоизма я могу раскрыть раскрывать вещи я могу больше понимать развиваться вдруг я получаю реакцию положительную от мира меня начинают ценить в общем зависть страсти тщеславия я вижу что все это можно наполнить до определенного предела когда у меня в тот момент когда я получаю от духовного больше чем от материального то есть я снова раскрываю что в материальном ничего такого нет откуда это приходит когда я занимаюсь даже не ради творца приходит как мне свет возвращающий к источнику это та составляющая которую мы постоянно забываем поэтому относительно третьей составляющей тут говорится что она меняет этот баланс иначе я бы двигался вперед как животное вперед и вперед не ощущая никаких пределов но несмотря на то что я занимаюсь своим эгоизмом занимаюсь кабалой распространением в группе свет действует свет действует и вместо продвижения такого линейного я вдруг получаю бум и падаю заканчиваются семь сытых лет начинаются семь голодных лет что происходит человек не понимает откуда это берется а это приходит от света когда он воздействует на тебя заканчивается десять сферот ты падаешь желание получать растет встает новый фараон который уже не кажется тебе таким дружественным как старый с ним ты уже не можешь ты с ним уже падаешь и тогда весь мир во тьме ты не знаешь что делать и ты идешь по тому же пути но что ты видишь питомы рамсес ты можешь построить города дворцы а что тебе с этого города бедные да если можно это подытожить скажите если я прав то сила в сущности не меняется и свет не меняется изменяюсь только я верно совершенно верно точно да вопрос из интернета да относительно казней Египет пробуждает много реакции из Хайфа и из Америки спрашивают начали ли мы уже этот процесс десяти казней у нас если они спрашивают о нашей мировой группе конечно есть такие которые уже находятся в этом есть такие которые еще нет и в предшествующем этому состоянию есть такие которые ждут пока мы все не объединимся вокруг истинного приятия духовной методики принятия Торы есть разное мы должны понимать что наше продвижение сегодня как Бнэй Барух нашей группы зависит от очень многих условий которые зависят не только от нас вовсе от мира и темп нашего развития зависит от мира тоже потому что мы те люди в которых пробуждается точка в сердце и мы уже готовы и хотим как будто бы объединиться и со всех сил стараемся и нам это не удается потому что мир еще в этом не нуждается а на нас расчета не делается в этом то проблема на нас никакого расчета нет потому что мы изначально чуждые этому миру часть эти искорки которые находятся пребывают в эгоизме они существуют только для того чтобы исправить весь этот эгоизм это значит что через них должна прийти Тора это приправа в это огромное варево именно эти искорки искорки это приправа это та самая приправа с помощью которой варево человечество придет к окончательному исправлению гомартикуну и получается что если это варево еще недостаточно нагрелось то даже тебе говорят нельзя добавлять эту приправу к вареву и принимать эту пищу нужно добавить огня нужно работать и мы должны сделать то что возложено на нас и будем надеяться что к миру вместо ударов в мир будут все таки приходить более быстрое осознание умственное чувственное а не с помощью казней которые являются очень длинным и полным страданием страданием путем ави из кварсавы спрашивает какой каббалистический смысл того что нам рассказывают что мужа был косноязычен то что не могут слышать точку в сердце мы тоже не слушаем ее она тянет нас и призывает отказаться от всего нашего эгоизма подняться над ним принимать эти вещи выше знания в общем вместо всех этих слов объединяйся с ближним старайся внутренне из себя и своего сердца своего чувства почувствовать ближнего как свою собственную действительно собственную часть еще большую чем ты сам как мы видим на примере Гелеля мудреца который сказал не делай ближнему того что ненавист на тебя если у тебя есть один стул или одна подушка нужно отдать ближнему не делиться там пополам а именно отдать и это значит любовь если ты не даешь ему потому что у тебя только одно или даже делишь ни мне ни ему это это не значит что ты осуществил выполнил условия любви любовь это когда ближний тебе становится ближе чем ты сам себе и эти вещи конечно же очень тяжелые для нас и абсолютно противоестественны но давайте не забывать о третьем факторе о свете возвращающем к источнику который может произвести в нас это изменение и действительно в тот момент когда мы начинаем чувствовать ближнего мы в ближнем начинаем чувствовать нашу собственную душу духовный мир творца и высшее измерение и тогда мы постепенно постепенно приходим туда вне себя в восприятии истинной правильной реальности находящейся вне меня так я это обнаруживаю поэтому все это изменение происходит только с помощью высшего света и в каждом из нас заложена эта возможность из Тель-Авива и из Иерусалима спрашивают относительно горящего куста это махсом это когда мы пройдем махсом это то что мы увидим нет в Зуаре тоже об этом много говорится я не хотел бы сейчас заниматься этим может быть нам имеет смысл сделать провести на эту тему отдельный урок с чертежами и рассказать нашим товарищам о горящем кусте и о десяти казнях каким сферот они соответствовали как человек с их помощью отрывается от своего желания получать и идет выше знания покуда он не выходит из Египта эти десять ударов это те десять этапов по которым он выходит из Египта горящий куст это уровень бины который раскрывается Муше после чего он уже может прийти к фараону и бороться с ним это уровень бины со свойствами гвурот что в ней в этом человек уже постигает гвурот уровня бины он может он может как сила отдачи бороться с силами получения фараона что еще Эли есть еще мы еще не говорили о том что Муше и Арон возвращаются к фараону и фараон говорит кто такой творец чтобы я послушал его голоса и они народ предъявляют претензии почему поставленный перед фараоном когда человек начинает бороться со своим эгоизмом а эгоизм сопротивляется ему конечно тяжело он находится в состоянии в таком состоянии что ни туда ни сюда в духовном для него нет ничего в материальном нет ничего он подвешен между небом и землей пока он не раскрывает все эти 10 ударов и теперь он работает действительно в вере выше знания представьте себе цели я не вижу вознаграждение оплаты чего-то для себя ничего для себя я не вижу ни в духовном ни в материальном и мне нужно пережить 10 казней 10 ударов по моему эгоизму преодолеть потрясающие соблазны я очень страдаю ведь фараон он тоже мне тоже я тоже во мне ведь это моя материя это мой эгоизм это не то чтобы передо мной стоять кто-то кому я готов разбить лицо нет это я сам и я думаю что будет со мной что останется для меня ничего не остается каждая казнь для меня это смерть человек чувствует абсолютно ощущает ужасное переживание кто еще это не прошел его еще ждет и все это для того чтобы заставить его подняться над эгоизмом и делать нечего нужно пережить все эти вещи и в этом действительно кроме Муше который готов противостоять ему и Арон все остальные несмотря на то что эти силы относятся к духовному сыны Израиля они все находятся в сомнении не только его эгоизм который естественно сопротивляется всему этому процессу а даже те силы с которыми я всегда шел к духовному вдруг я раскрываю нет они мне не помогают они не хотят они так страдают что я начинаю чувствовать что у меня вообще нет никакой силы никакой поддержки ни от кого так как мне подняться и тогда что он говорит только творец говорит мне идем к фараону ты должен только зависеть от меня не полагаться ни на кого больше ни в чем если ты забываешь меня ты конечно падаешь и исчезаешь в этой казни но если ты ставишь себя в зависимости от меня я с тобой пойду вместе тогда тогда у тебя получится моей силой косноязычен конечно косноязычен откуда во мне возьмется сила говорить против своего эгоизма что я могу объяснить себе куда я иду что я делаю как возьми человека с улицы я помню мои родители когда я начал заниматься кабалой они мне было тогда 30 они смотрели на меня успешный человек у которого все так замечательно дети дом семья развивается так хорошо независимый обеспеченный чего тебе не хватает спросили они я закрыл свой бизнес поехал в Бнебрак купил такую простенькую квартирку недалеко от своего учителя три комнаты без мебели без всего я помню тогда родилась только младшая дочка третья и все я начал жить там рядом со стариком и они смотрели на меня они сказали мы твои родители мы тебя растили мы дали тебе все для чего для того чтобы ты сейчас занимался каким-то стариком ему уже тогда 80 лет было почти что с тобой что случилось откуда зачем они не понимали это очень справедливый аргумент это наши собственные внутренние аргументы претензии косноязычен я что я могу на это ответить мне нечего сказать это деньги почести власть здоровье знания ну скажем я очень стремился до этого к науке к знаниям ничего и кто в мире это ценит никто кому это нужно что тебе с этого будет скажи хотя бы ну ничего очень трудно было что-либо ответить им это как пример конечно они в конечном счете поняли они просто они просто приняли это из любви ко мне они этого я думаю никогда не поняли они решили что если мне так лучше то пусть так будет но объяснить им было очень трудно а уж себе самому как человек может себе это рассказать косноязычен он здесь конечно же и в этой главе Моше обращается к Творцу и Творец говорил что я выведу тебя сильной рукой и увидишь что я сделаю с фараоном есть отрывок из Зор что все народы мира притягивают могущество от правителей назначенных над ними на небесах а Исраэль притягивает силы своя Творца и они называются народом Творца а не народом назначенного властителя здесь египтяне называются народом ангела-правителя а Исраэль называется народом Творца а остальные народы называются народом назначенного над ними властителя Как сказано, «Ибо все народы пойдут, каждый во имя Божества своего, а мы пойдем во имя Творца Всесильного нашего во веки веков». Да, дайте задать вопрос. А есть еще ханух. Мы сказали, что Тора говорит об одном человеке, и этот человек говорит, кто творец, чтобы я послушал его. И в этом же человеке сыны Израиля возопили от работы, и есть слияние с Творцом как цель. Как весь механизм работы вместе? Чтобы все зло превратилось в добро, и жило бы в единой форме, чтобы фараон и Творец работали вместе. Чтобы в конечном счете мы исправили себя. Тогда тот фараон полностью, этот красавчик, он-то придет к исправлению. Он превратится, эта сила перевернется. Мы говорим о Кабале. Что такое наука Кабала? Использовать всю силу получения только ради отдачи. И тогда ты приходишь к великому исправлению. Поэтому в человеке ничто не исчезает, ни одно свойство. Творец не создал ничего лишнего. Поэтому весь этот фараон, Аман и все самые страшные злодеи, которые раскрылись, еще раскроются в материальном и в духовном. Все они в конечном счете силы Творца в обратной форме, потому что мы своей неисправленностью делаем их такими. Если я исправляю себя, то в мире нет зла. Я тебе говорю, это приложение, это аппликация, это проекция меня самого. Это все, что мы видим. Если я раскрываю внутри себя Египет, и Питом, и Рамсес, и Муше, и все зависит от меня, я продолжаю далее. Я раскрываю первый храм, затем второй, разрушение государства Израиля, себя сидящего в этой комнате. И я могу вот так вот внутри передвигать все эти объекты, и снаружи они тоже будут меняться, я могу управлять во всего мира. Да, ты можешь, потому что мир — это проекция тебя самого. Мы изучали восприятие реальности, что такое мир. Мир — это то, что я чувствую в себе. Все, что я ощущаю в себе, как мир, не то чтобы вне меня существует какой-то мир, он весь во мне. Поэтому, если меняются мои свойства, то меняется мир. Как я могу изменить вроде бы этот цунами, эти вулканы, которые извергаются. Это все на моем массахе, на моем экране проявляется. Это все мои желания на уровне растительного животного, неживого растительного животного говорящего. И если я исправляюсь, то все эти явления приходят в порядок. Они приходят в баланс, в равновесии, исчезают. Мы родились, мы привыкли пребывать в понимании и в восприятии того, что то, что мы видим, оно и есть. Как будто бы оно существует само по себе. Потому что у нас нет возможности исправить самих себя, покуда мы не приходим к кабале. Именно поэтому нам мир кажется таким сущим, таким жестким и независимым от нас. Но в тот момент, когда мы начинаем изменять свои внутренние свойства, мы начинаем видеть, как мир меняется в соответствии с этим. И тогда ты начинаешь видеть, что он как будто испаряется, что он теряет свою форму. Это ты сейчас управляешь тем, что будет показано на твоем экране. Да. И тут есть из Рабаша цитата, я бы даже сказал, что в заключении говорится о том, что главное изгнание – это Исраиль, которые всегда грешат перед своим царем и сразу же умоляют Творца, раскаиваются и плачут перед ним, подобно сыну, плачущему перед отцом, и не дают свободы делать. И человек чувствует, что он находится внутри своего тела. И когда человек выходит из изгнания, из этих страстей, он способен почувствовать наслаждение от Тора и заповедей. Ну, на этом попрощаемся. Шаббат шалом вам всем. До встречи в следующих передачах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова